здравствуй дорогой и любимый слушатель микрофона кости суханов это значит что будет что-то интересное на этот раз я с удовольствием сообщаю что я услышал многочисленные просьбы моих слушателей и начинаю новую я надеюсь очень долгую серию простых рассказов охоте и рыбалки я буду брать эти рассказы просто из интернета у простых мужиков охотников и рыбаков рассказы тем самым будут настоящие ведь они пишут их абсолютно бесплатно и выкладывают для таких же энтузиастов чтобы ребята просто почитали да чтоб почитали все девчонки мальчишки и поняли что природа это супер это прекрасно я кстати того же мнение безусловно без вашей поддержки не обойтись поэтому пожалуйста лайки и дизлайки и обязательно комментарии еще лучше если поделитесь но за финансовую поддержку как всегда обнял всей душой только благодаря этому выходят наши книги не будем откладывать в лес друзья на этот раз как выразился сам автор на север ну и последнее вы конечно же можете присылать мне свои произведения я с удовольствием их озвучу в этой серии всем не обещаю но главное чтобы хватило времени всего в тайгу на север серия рассказа об охоте и рыбалке рассказ первый автор щукарь 0 0 5 название жених поздняя осень и как всегда полная боевая готовность сети в мешках соль спальники и мы с рыжим суетливых сборах на север какие тут вопрос когда еще не было наши спеты и спитой компании это было время когда за водкой стояли большие очереди с продуктами были большие проблемы ваня наш координатор и участник всех вылазок на северо-восток не смог приехать с нами и как-то ненавязчиво предложил взять помощника жених так представился этот парень а звать как лучше женихом я привык да как скажешь главное что жена заведующий орсом работает в то время это дорогого стоило быстро сориентировавшись составляю список продуктов бессонная ночь машину вертолета и мы в воздухе а вот и наша речка присаживаемся на болото как обычно быстрая выгрузка шмоток борт механик помогает сквозь грохот молотящих над головой винтов в голове отложился какой-то странный звенящий хруст заскакиваю в борт проверяю сам все ли забрали командир машет рукой до встречи хлопнула дверь крутой взлет с резким разворотом и тишина ура наконец-то дождались целый год мечтал об этом рыжий уже со спиннингом на реку жених нарезает сало на бочке а вот это правильно налить над местного владыки иначе удачи не будет а вот с водкой проблема раскрывает рюкзак тоже так бутылки складывает все в дребезги всего семь целых из ящика стекла то на сокол в другой компании тебя придушили бы моментально за такое преступление рыжему не говорим узнает расстроиться сильно да не переживай ген я же энзе взял и вытаскивает из мешка пятилитровую канистру что тут скажешь наш парень ну что с болота надо уносить все время рыба для непосвященного народа дико как это закинуться в тайгу на две недели осенью и без избы но это не про нас все так просто когда знаешь что делать обычно в середине дня мы на месте до вечера выкапываем яму до плеч 3 на 4 метра ночуем у костра в спальниках а кто и без них смотря по состоянию утром выпиливаем мы укладываем пару накатов бревен по кругу на них лисину матку не застилаем в наклон жердями сверху дернит брезент крыши готова внутри с боков нары в середине стол в углу печка так и в этот раз землянка получилось шикарная с двумя окнами от воды метров тридцать в густом кедрачи обустроились с комфортом морозец врезал резкой сразу шуга а утром река встала за пару дней настраиваемся на рыбацкую волну ночная рыбалка это три проверки сетей через каждые четыре часа утром вырубаемся подъем в обед готовим поесть солим рыбу внимательно наблюдаю за новым членом бригады беспрекословно и с удовольствием выполняет все поручения работы в лесу в это время всегда хватает но все же какой-то странноватый чуть свободное время уходит в тайгу весь потолок в пучках травы в углу кора деревьев сушится откуда ты это все знаешь нас не отравья то завариваешь неизвестно что подкалываю его бабушка у меня целителем была в деревне что успела передала вот оттуда и знаю а вообще не люблю я говорить об этом так что не приставайте пожалуйста ко мне живем как по расписанию на столе икра в блюде рыба малосольная ставлю на печку в котелке две банки сгущенки варить так она вкуснее и идем на вечернюю проверку зажигаем летучую мышь у проруби и пошла работа сеть на льду выпутываем рыбу есть чему порадоваться в конце вон нель макела на шесть будет классный балык на завтра и вдруг бабах над головой выстрел следом еще один что это было крутанулся волчком припадая на колени откуда и почему по нам ведь мы не на войне да и не на чужих сетях рыжий с ружьем откатился под обрыв лампа потухла время полночь советуемся что делать разделяемся парни к дому а я вокруг на всякий случай со стороны болота от землянки крики и веселый смех подхожу заглядываю весь потолок и стены в сгущенки это вода выкипела в котелке они рванули смешно конечно же убирались до утра проснулся поздно вышел на берег за водой и замер на верхушке лиственница глухарь я чуть задом за елку и к землянке стволах два нуля выстрел глухарище комом вниз а у земли выровнялся и блоком утянул и упал в низину за ручей прошел по кругу не видать только перья на мху под деревом вернулся парни спят как убиты разбудил идем искать в устье ручья небольшие яму уж больно правильные формы справа в кедрача блеснул стекло на солнце в бугре землянка ну очень старая внимательно осматриваемся вокруг такое впечатление что хозяин ушел недалеко и почему-то не вернулся нож на столе патроны от карабина на полке вещи спальника еще много мелочей которые не бросают вот так просто по всему видно что здесь жили не просто месяца долго самое интересное было в пристройке инструменты лотки корыто вникаем в тему золото конечно же она родимые шарфы в устье ручья теперь все понятно надо бы самим попробовать золотоискателями стать вдруг получится нашли глухаря на краю поляны идем на стан варить шулем две недели пролетели незаметно скоро улетать жених достает колоду карт каких-то необычных разукрашенных раскладывает бубнит под нос что-то ах но но посмеиваемся с рыжим хорош колдовать ведь завтра домой веселей надо быть да нет ребят вертолета не будет это как не будет ты чего там у нас вани на контроль и да и мама моя в аэропорту все по серьезному вы конечно можете не верить но нас заберут только в четверг то есть через три дня так карты говорят ай рассмешил карты более вот достали психанув ушел на берег чтоб не конфликтовать обычно за день перед отлетом начинаем собираться к отъезду а тут за нам не прилетят но на душе уже не спокойно такая железная уверенность даже не по себе как-то три мешка каких-то трав якобы от всех болезней даже жестокого поноса нас излечил заварив травяной настойки категорически запретив пить таблетки из аптечки собранной моей женой вот и утро проверяем сети уносим рыбу на болото еще не поверив до конца во все эти предсказания но засомневавшись оставляю сети на реке несем рюкзаки и спальники на вертолетку не выступаю если что пока грузимся притащит и вот на часах двенадцать и вот и два тишина это совсем не шуткам несем все обратно ночью уже совсем серьезно прошу еще раз раскинуть и погадать я сказал через три дня так и будет на работе у экипажа проблемы еще два дня тренировок со спальниками а вот и четверг в обед гул вертолета это за нами грузимся я к командиру что случилось на медкомиссию только вчера прошел давление подскочила слов нет вот тебе и карты хочешь не хочешь а во все это поверишь эх воспоминания нахлынули на меня как холодный осенний ветер с северо-востока и как будто я снова на берегу то речке у наклоненной лиственницы на камне муксон на малосол в руке нож налил водки помянуть друзей давно уже нет с нами вити жениха в тот год не стало и рыжего моего надежного напарника по всем нашим скитанием и поездкам на север не стало и дмитриевича моего старшего товарища уж как он и любил читать трофея тихона но так и не осмелился высказать прилюдно царствуем небесное ну что ж дорогой слушатель вот такой небольшой рассказ как говорится для затравочки и это я напомню начало большой я надеюсь долгой серии рассказы об охоте и рыбалке все рассказы как всегда можно послушать на youtube канале актер костя суханов поддержать очень просто плюс 7 901 715 2788 плюс 7 901 715 2788 это номер на который можно отправить перевод и пару слов черкануть к переводу на сбербанк или тиньков кстати ну и также на юмане можно на яндекс банк конечно же каждого прошу хотя бы лайк или дизлайк хотя бы пару строчек но не меньше пяти слов комментарий чтоб как говорится понять будем продолжать или нет не обещаю часто но вот когда работа над большими проектами самое оно хорошего настроения благополучия и мира вам и вашим близким будем продолжать поддержать из других стран вообще из любой точки мира можно через бусти там тоже выкладываются аудиокниги абсолютно бесплатно и зачастую даже раньше обязательно присоединяйтесь к телеграм вконтакте в одноклассниках буду ждать вас с любовью и уважением для вас читал актер костя суханов а ну и и